Всем привет! Меня зовут Мила. Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, как решила подогнать старую мужскую кожаную куртку под себя. Нашла я эту куртку на ямарке мастеров в категории винтаж в маленьком магазинчике секонд-хенда и стоила куртка 950 рублей. Очень приглянулся мне цвет темно-серый, небанальный и винтажный крой. Интересный! Естественно, кожаную куртку за такую стоимость в новом состоянии никто продавать не будет, поэтому уже на фотографиях я увидела, что имеются несколько дефектов. Особенно явно были видны эти порванные участки на рукавах. Но я буду не я, если не попробую перешить на себя. Заранее сильно извиняюсь за свой ларингетозный голос. Монтировала видео до такой степени долго, что вот теперь озвучивать приходится вот с таким голосом. Но ничего страшного, суть будет понятна. Перед началом работы раскладываю куртку на столе и тщательно рассматриваю на предмет дефектов. На первый взгляд было даже незаметно, что куртку когда-то уже перекрашивали. Причем полностью вместе с кнопками и вместе с молниями металлическими. Кроме того, подкладка была ранее заменена, так как в карманах была абсолютно другая подкладка другого цвета. А сейчас у куртки плотная вискозная подкладка темно-коричневого цвета. На полочках имеются небольшие пятнышки рыжего цвета, а на рукавах края потертые и имеются большие дырочки. Моя главная задача избавиться от большинства дефектов, особенно на рукавах. Причем сделать это так, чтобы сохранить форму самих рукавов. Мне захотелось сохранить шлевки, которыми регулировался низ рукавов, так как они придавали куртке именно тот самый винтажный стиль. Пришлось немножко поломать голову над тем, как перешить рукава так, чтобы убрать дефекты, которые расположены на абсолютно разных местах. При том, сделать надо было это так, чтобы рукава были полностью симметричные, сантиметр и миллиметр в миллиметр. Подкладку с карманов я отпорола, так как они уже слишком сильно были изношены. Но эти дырочки, образовавшиеся в карманах без подкладки, очень сильно помогли мне в дальнейшем при зашивании деталей рукавов. Очень удобно было вывернуть их наизнанку через карманы, так как по низу куртки мне совсем не хотелось отпарывать подкладку. Старенькая подкладка рукавов в прямом смысле рассыпалась. Ткань настолько была изношена, что прям рвалась. Поначалу мне хотелось заменить их тканью, идентичной по цвету с основной подкладкой. Но, к сожалению, такой ткани у меня не нашлось, поэтому я решила использовать вискозный подклад черного цвета. Ну и вот, что у меня получается с рукавами. Перешила их таким образом, что с лицевой стороны теперь есть декоративный шов. Шлевки я подтянула повыше. Лицевую часть кнопок на шлевках я сохранила и буду заменять только нижнюю часть. Что сказать в конце? Куртку я теперь просто обожаю. Ношу, не снимаю, наслаждаюсь, любуюсь. Суперская вещь получилась. Я точно знаю, что такой куртки больше ни у кого нет. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, где будет много творческих процессов. До следующих встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Все, выключаем? Иди, выключай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok